Дорогие друзья, с вами Игорь Ёлдашев и мы продолжаем серию видеорепортажа с производственной площадки, а именно сегодня конкретизируем, литейной площадки завода Армагус. Сегодня моим собеседником продолжает быть главный металлург завода Армагус Максим Николаевич, который расскажет сейчас более подробно о модернизации, о формовочной линии. Понятно, что за моей спиной вы видите плавку, это говорит только о одном, что производство на Армагусе постоянно, оно как бы в драйве, я так понимаю, что литейный цех работает 2-3 смены. 3 смены, 3 смены. Ну, давайте все-таки я вам передам слово и вы начнете плавно рассказывать о заводе. В данный момент мы находимся в литейном цехе, видим заливку, находимся на участке формовки, который непосредственно переходит в участок заливки. У меня за спиной происходит монтаж новой формовочной смеси ХТС фирмы ФАТ, немецкой фирмы. Она состоит из формовочной линии, линии регенерации, выбивная решетка, все в один цикл заключено. Формовочный участок у нас на 6 формкомплектов, то есть 12 апок. Если сегодня говорить все-таки о модернизации, почему вы решились на новую формовочную линию? Чем вас не устраивала старая? Начну с одного. У нас старой формовочной линии как таковой не было. Была формовка в землю, ручная формовка и формовка в землю. Никакой автоматизации в цехе не было. Мы приобрели три года назад смеситель ХТС отечественного производства, но он как бы автоматический, но линии автоматической формовки, где идет полный цикл, формовка, протяжка и покраска не было. Сейчас эта новая линия нам позволит обеспечить и протяжку, и покраску, кантование опок. То есть полное автоматическое производство с минимумом людей, персонала. Какова будет производительность данной линии? 20 тонн в час. Конкретно производительность мы по формам будем отрабатывать, когда запустим линии. Потому что для нас это абсолютно новое производство. У нас никогда не было технологий ХТС. И с чем мы столкнемся, будем бороться. Покажет время. Покажет время, да. Но так производительность увеличится в разы. То есть заливка у нас уже не справится с объемом формовки. Будем развивать плавильный участок. Следующий этап, это будет у вас покупка уже более мощных печей, более емких. Да, у нас по плану есть покупка новых печей. На 500 килограмм полутонки, может быть и выше. То есть все зависит от наличия средств. После запуска этой линии у нас будет экономия материалов. Замечательно. У меня один из финальных вопросов за сегодняшнее интервью. Оно связано с квалификацией персонала. Как я и говорил ранее, уже у вас очень много молодых ребят. Очень много видно квалификационных кадров. То есть школа, она живет, она передается. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, кто эти люди, как они вообще учатся, как они получают образование и становятся литейщиками, вашими подчиненными. Ну, у нас в основном среднее образование. Есть работники, заливщики с высшим образованием. Готовим мы их сами на базе нашего производства. Плавильщики, заливщики обучаются на месте. Проводим дополнительные курсы обучения, аттестации. То есть повышение квалификации курса. Потому что кадры новые, молодые. Специальных училищ у нас в Гусе нет. Будем подтягивать кадры со Владимира. Наверное, многие читатели и зрители, которые смотрели эту серию сначала, задутся вопросом про старт 13 ХФЛ. Это такая интрижка небольшая, потому что вы сами взяли и разработали. Но вот так взять и разработать, это не просто взять и написать. Как происходил процесс? Как это разработали? Мы ее отрабатывали, делали полукровные плавки, шехтовки. То есть не сразу она у нас вышла. Помог нам один исследовательный институт с испытанием ее образцов. То есть проведение на сероводородное растрескание, на холод, на химию, на микроструктуру. То есть процесс был долгий, но тяжелый. Отработали ее выплавку у нас на печи ДСП, на индукционной печи мы можем ее делать. С 113 ХФЛ у нас были разработаны на ТУ. Специальный под заказ заказчик материала, который требовался покупателю. С помощью института Уральского дополнительно нам помогли с модификаторами введениями. Помогли с технологией введения модификаторов. С введением плавки тоже была помощь. Мы не остались в меньшинстве, нам помогли. При введении анализа проводили посторонние аккредитованные лаборатории. Если все разумеет, иными словами, сила в единстве, это была комплексная работа. Комплексная работа, да. Помогали металлурги и других предприятий. Как говорится, мы летельщики друг другу помогаем. Так что если кто-то к нам будет обращаться, всегда поможем и за. По сути, вы сделали новую марку стали? По сути, да. Потому что для многих это будет звучать как бы обыденно. Ну, 13 КФЛ, КФЛ. Я немножко окутирую, друзья. Существует марочник стали и классификаторы. И они все подразделяются уже, вот как у нас задвижки, 30С, 40ННЖ. Так и есть сталь 20Л, 25Л, ХЛ, ГМЛ. Тут, по сути, просто была сделана новая модернизированная сталь, которая отвечает внутренним требованиям таких компаний, как Роснефть. Которые эксплуатируют свою арматуру. И, ну, можно сказать, признали качество этой марки стали. Поэтому, ну, это еще одна маленькая победа летельщиков завода Армагус. С чем вас и поздравляем. Спасибо большое вам, Максим Николаевич, за небольшую презентацию, за рассказ. И в заключение я хочу задать вам традиционный вопрос, ваши пожелания. Пожелания коллегам, всем тем, кто вот здесь сейчас трудится с вами. И, конечно же, зрителям и вашим потребителям. Ну, пожелания у нас в благое состояние, чтобы процветало. Чтобы у нас не было ни брака, ни убытков, не секали заказы на продукцию. С юрком пожелания. Я думаю, что последнее, это, наверное, уже нонсенс и исключение. Спасибо вам большое еще раз. Остается пожелать вам успехов и новых достижений вершин. Удачи! С вами был Георгий Удашев, друзья. И мы рассказываем о летельном российском производстве Армагус. До новых встреч. Удачи, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова